Израиль Приближалось время крестных страданий Спасителя. Господь Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим, а ликующий народ встречал Его возгласами о Санне Сыне Давидову. Благословен гряды во имя Господне. Видя это, первосвященники и книжники негодовали и запрещали народу приветствовать Христа. Через два дня, обращаясь к священникам, книжникам и старейшинам народа, Христос предложил им притчу о непокорных и злых виноградерях. Некий хозяин дома насадил виноградник, обнес его оградую, выкопал в нем качило, давильник для винограда, построил башню и, отдав все виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям, чтобы собрать созревшие плоды. Но виноградарь, схватив слуг хозяина, одного избили, другого убили, а иного побили камнями. Тогда он послал других слуг, и с ними поступили так же. Наконец, хозяин виноградника послал единственного сына своего, говоря, «Постоятся они сына моего». Но виноградари стали говорить между собой «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, спросил Господь священников, фарисеев и книжников, «Когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградьями?» Они ответили ему, «Злодеев этих придаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». На это Господь сказал им, «Потому говорю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и отдано будет народу, приносящему плоды его». Тогда первосвященники и фарисеи поняли, что своей притчей Спаситель обличал их жестокосердие. Хозяин виноградника — это Сам Господь. Виноградник — народ еврейский, избранный Богом для сохранения истинной веры. Ограда виноградника — закон Божий, данный Господом через Моисея. Башня и точила, построенные хозяином, это иерусалимский храм, и алтарь храма, где приносились ветхозаветные жертвы, прообразовавшие крестную жертву Иисуса Христа. Виноградник — это первосвященники, книжники, начальники иудейского народа, слуги хозяина, святые пророки, а Сын Хозяина — Сын Божий Иисус Христос. Стоявшие во главе еврейского народа начальники получили от Бога власть приготовить народ к принятию Спасителя, но употребляли ее только для своей выгоды. Бог посылал к ним пророков, а они гнали и убивали их. Вскоре они отвергнут и самого Спасителя мира, распяв его на Христе. И потому отнимется у них Царство Божие и будет отдано иному народу, язычникам, всем сердцем обратившимся ко Христу. Они и составят новый богоизбранный народ Церковь Христову. Продолжая беседу, Господь предложил своим слушателям другую притчу о званых на брачный пир к царю. Званые гости принеблили приглашением царя. Кто-то пошел работать на поле свое, кто-то торговать. Иные же оскорбили и убили посланных с приглашением царских слуг. За такую дерзость царь в гневе истребил убийц и сжег их кот. В этой притче Господь говорил о народе израильском, который не узнал и не принял обещанного Богом Мессия. А скоро этот народ услышит страшные для себя слова спасителя. Вот оставляется дом ваш пуст. Званые не были достойны. И тогда царь приказал своим слугам «Пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». В Царствие Небесное Господь призвал всех и злых, и добрых, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. В древности на Востоке цари и князья имели обычай давать приглашенным на пир особую парадную одежду. Так и каждому, кто принимает святое крещение, дается светлая одежда чистоты духовной. Кто пренебрег ею и вошел на пир духовный в одежде, оскверненной грехами, достоин осуждения и наказания. На страшном суде нераскаянные грешники будут извергнуты из сонма святых. Прозвучавшие в этой притче слова Христа много званых, но мало избранных призывают нас к духовному бодрствованию и трезвению, чтобы избежать нам участи злых виноградарей и нерадивых, неблагодарных гостей, приглашенных на царский пир, на трапезу Господнюю. Причащаясь за божественной литургией тела и крови в престол, мы вкушаем уже здесь, на земле, трапезу любви за царским столом Господним. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлянут в царские воли.